приветствую друзья меня зовут кирилл и сегодня наконец-то расскажу про набор 10 327 на первый взгляд он не выглядит как техник но поверьте мне по части функций механизмов он даст фору большинству современных техник наборов ну и предваряя вопросы в комментариях фильм дюна я не смотрел ни первый не второй так что сегодня будет скажем так не предвзятый обзор буду смотреть на эту модель исключительно как на набор лего без всяких отсылок и так перед нами набор 10 327 1369 деталей какой-то там королевский орнитоптер если это слово другом незнакомо это не новое слово орнитоптер это в общем-то летательный аппарат который создает подъемную силу маховыми движениями ну может быть это не совсем строгое определение орни это птица орнитология вот птица машет крыльями и по аналогии орнитоптер тоже должен махать крыльями по моему махолет еще возможно как синоним можно использовать тут есть всякие функции собственно поэтому я и приобрел этот набор инструкция была немного загнута странно что в 18 плюс наборе инструкции даже не достался конверт поломать позорище коробочка и есть пакеты и еще один небольшой конвертик в этом обзоре я не буду подробно останавливаться на деталях каждого шага только если будет что-то прям действительно интересное ну а инструкция конечно же заслуживает внимания поскольку это 18 плюс набор тут есть несколько вступительных страниц да опять же кто хочет подробно все прочитать и ознакомиться особенно наверное фанаты книги и фильмов можно скачать pdf с официального сайта олега и там соответственно все это прочитать видимо из фильма до кадр очень круто смотрится на самом деле и что здесь написано да на этой страничке как раз что по образу и подобия стрекозы создан этот летательный аппарат что достаточно очевидно мини фигурки и тут описание персонажей не могу ничего прокомментировать опять же можно все прочитать в цифровом файле кому интересно ну и видимо здесь наверное будет вот этот вот плащ я так предполагаю тряпичный еще один кадр и тут мы видим что дизайнер этого набора хорошо известный нам нам майк всякие и он тут немножечко до рассказывает про то что эта модель создана масштабе мини фигурки лего насколько я вижу да мини фигур скейл будет кое-что есть про функции и будем сейчас спорили спойлерить все увидим в живой модели и в общем все на этом начинается первый этап сборки но еще надо сказать что я не вижу пока никаких наклеек либо они могут еще прятаться в инструкции либо их нет что бы наиболее вероятно еще маленький шанс что они могут быть тоже в этом конверте на я сомневаюсь в этой мистической коробке у нас лопасти это новая деталь в лего огромная лопасть она намного больше чем лопасти больших вертолетов лего техник ну и форму такой немножко не не прямоугольный до больше похоже действительно на крыло первый этап сборки практически завершён в основе техник брики эта штука пока не закреплена в инструкции есть текстовой вставки одна из которых говорит нам о том что это будет штука эта штука для того чтобы модель могла махать крыльями позже естественно увидим как это сделано и техник брики 5 укрепляются вот такими вот большими подсборками здесь есть нас техник полупины с пупырками и так эта штука пристыковывается что скрепляет верхний и нижний слой техник балок обеспечивает дополнительную прочность и еще одна текстовая вставка говорит нам о том что это задняя часть модели она будет кому как ручка за которую всю модель надо будет держать поэтому дан прочность конструкции здесь очень важно а в пакете с деталями под номером 2 меня ждал сюрприз первая мысль была когда я увидел эту штуку что как-то слиплись чудесным образом детали нет это что-то новенькое я таких деталей раньше не видел здесь есть отверстие под ось но они глубина всего один студ я задвинул до конца вынимаю соответственно в центральную часть ось задвинуть нельзя хотя сквозное отверстие есть возможно систем палочка просунется дальше такая вот до специфическая очень деталь посмотрим видимо в наборах лего техник наверное тоже они будут появляться ближайшее время уже на втором этапе сборки я могу сказать что конструкция данного набора это нечто шедевральное то как здесь чудесным образом переплетается системы техник мне напомнило знаете какой набор динозавр из серии creator с дистанционным управлением на системе power functions я вообще не удивлюсь если один тот же дизайнер делал эти наборы то что у меня вот прям дежавю берешь техник детали техник брики и все это встраивается в систем конструкцию и ну просто не буду больше ничего комментировать просто посмотрите но вот это но это вообще сейчас все закроется поэтому я специально до показывающего второй этап не закончен но вторая стенка станет на место и ничего не будет видно но это очень круто просто вот но вот но как такое можно придумать гений на третьем этапе добавилось как написано в инструкции заготовка для механизма крыльев теперь эта штука при помощи вот этой длинной тяги связано вот с этой качалкой а качалка с очередь с этими четырьмя ну в дальнейшем наверное крыльями и в общем как то это все будет вот так вот работать ну ход небольшой но при огромном размахе крыльев все должно быть в порядке да я уже это говорил наверное еще несколько раз скажу сборка очень интересная техническое безумие продолжается добавился амортизатор текстовые вставки инструкции они не дают никакой дополнительной информации о модели там реальной или а разработки этой модели они только спойлерят все функции поэтому я не буду говорить зачем он здесь скажем так у орнитоптера будет подвеска вот нас появился амортизатор и здесь какие-то совершенно сумасшедшие техники сборки смотрите вот эти вот светло-серые детали шаровых шарниров них вставлены вот эти оранжевые детальки шарик со штырьком и дальше сюда вот такая вот под сборка надевается она крепится дано вот эти вот оранжевые штучки техник пол пины не вставляется других точек крепления пока нет или по сборке вот и еще здесь будет что-то двигаться что-то еще комментировать не знаю но раз уж я сказал что амортизатор используется подвески давайте посмотрим как эта подвеска будет работать тогда система рычагов здесь еще не укреплено поэтому немножко вверх оттопыривается но в общем круто да показываю сейчас потому что потом ничего видно не будет а так хоть можно насладиться красотой этого механизма судя по полоске прогресса в инструкции экватор уже пройден закончен пятый этап строительства и добавить еще четыре заготовки для крыльев добавились вертикальные тяги так что теперь эти штуки связаны между собой на верхнем и нижнем уровне добавились укрепляющие элементы балка спереди а также вот это вот кольцо тоже сделано очень интересно эти пластинки крепятся вот к этим элементам и к полу пинам к ним на клипсе крепится такая подсборка с техник брик уголками которые сверху соединяются тайлом ну вот практически вся техническая красота спряталась добавились дополнительные укрепляющие элементы ну и уже формирующие форму скажем так этого летательного аппарата и спереди еще добавились такие вот интересные под сборочки под углом осталось всего три получается этапа нет 4 7 по 10 на седьмом этапе добавляется передняя часть которая чуть позже станет кабины пилотов сначала добавилась вот эта вот центральная часть и она сама по себе довольно хрупкая но потом она укрепляется боковыми пластинами сейчас как раз прямом эфире присоединю вторую как-то надо должна идеально попасть неудобно как всегда когда на камеру так вот совпало прожимаем и теперь уже передняя часть стала очень жесткой и далее сюда добавится места двух пилотов первый принтованный элемент на этом этапе был добавлен вот такой вот тайлик 1 на 2 с пультами управления и очень круто сделал штурвал видит двух вот таких вот независимых рукояток выглядит прям очень прикольно ничего не буду говорить просто смотрите да проблемка у меня возникла вообще непонятно как это снимать на задней стороне коробки описан размах крыльев этой модели 80 сантиметров огромная модель не знаешь чего начать с мини фигурок ну я их ставлю виде фотографии мне про них особо нечего сказать одна есть такая нестандартная точнее мини фигурка стандартные кстати это просто черные там без всяких принтов и вот такой вот плащ складывается вокруг нее и подставка такая вот прозрачная ну и плюс в инструкции да кое-что есть против мини фигурки кому интересно кто в теме можно конечно же порассматривать ну а что я конечно же перейду к модели во первых кабина открывается и до цвет этих вот прозрачных деталей он такой же как был от космических техник наборах какой-то там транс black что-то такое интересные детали спереди и действительно здорово отличный обзор у пилотов то есть прозрачные и верхняя часть и передняя и боковины все прозрачное это круто боковины таким вот образом поднимаются с обеих сторон вот эти вот большие стекла встречаясь некоторых наборах мне очень нравится там двухместная кабина и этот штучка легко снимается чтобы удобно было сажать мини фигурки в целом продумано кого выбрать даже не знаю возьмем в доспехах товарища и возьмем не знаю кого вот возьмем еще в такой же униформе мини фигурку и туда очень легко эта конструкция сказал я и нет нормально все поместилось у первого пилота есть штурвал и как приборная панель второго нет ничего закрываем кабину и перейдем наконец-то к функциям задняя часть как написано инструкция была сделана как ручка вот на можно эту всю модель поднять за заднюю часть и действительно благодаря этим вот скрепляющим плоскостям до систем элементом который как ребра жесткости здесь работают это все очень прочно выглядит создает до впечатления добротной конструкции есть у нас здесь функция которую мы уже видели это раскладывание раскладывание с другой стороны чтобы было видно раскладывание шасси и одновременно как бы еще рампа грузовой отсек до конца таблина выдвигается но отсека там как такового нету потому что там все забито механизмами но тем не менее как это реализовано это круто ну и плюс передние лапки тоже классно раздвигаются задних здесь использованы такие да улдскульные техник брики со скосами я прям сразу какое-то воспоминание из детства всплыла в памяти в то что это один детали добыли в некоторых наборах у меня детстве отлично до модель стоит на этих упорах ну и да вот для того чтобы эту функцию активировать здесь есть ручка конечно в перевернутом состоянии это получше видно так вот это все работает волшебным образом хоп ну круто просто круто не знаю что тут еще добавить но это конечно не все крылья нашей модели не просто так она ими может махать когда я собрал механизм но вы видели наверное что вот этот диапазон движения там самих коннекторов внутри он минимален но благодаря тому что размах крыльев огромный очень даже виден эффект работы этого механизма реально круто тын-тын-тын вообще да это подразумевается что все делается одной рукой сожалению не получится махать с такой скоростью чтобы модель взлетела но сделано очень здорово попарно до верхней и нижней связанные тягами шедеврально но и это еще не всем да здесь есть еще одна функция амортизатор мы же помним это так я еще не пробовал первый раз жмых вау это круто как мы можем видеть эти подсборки немножко на разных уровнях поэтому они позволяют крыльям до параллельно сложиться не задевая друг друга но это просто круто вот особенно да прикольно когда они складываются когда раскладывается не такой эффект но это очень субъективно но в общем да крутизна ну и в таком положении тоже можно его припарковать соответственно меньше места занимает крылья сложены выглядит очень стильно так вот очень крутая модель функция невероятная абсолютно чтобы взлететь нужно активировать обратно крылья как мы помним там внутри до подвижный механизм и через такие уголки и вот эти вот тяги вот видите они туда начинают втягиваться эти крылья и в итоге да все это амортизатором защелкивается ну и в таком положении можно уже взлетать очень круто сделано еще разок вот так ну просто да за счет этих тяг это реализовано просто да сказал я да это реально круто что еще в задней части счастья такие какие-то как будто бы реактивные двигатели как будто сопла но я не знаю что это должно быть плюс еще вот такая вот добавилась принтованная деталь талик 2 на 3 но симметрично с обеих сторон то есть всего три принтованные детали в этом наборе не считая человечков и ни одной наклейки ну просто идеально ну что друзья с моей точки зрения этот набор то просто шедевр технической мысли дизайнер реально проделал очень крутую работу все это придумать вписать в общем-то в систем конструкцию это очень круто ну и эта функция но это просто нечто я честно даже не знают по части механики да с чем его сравнить не знаю с вертолетом 42 145 вылетел из головы по моему до 145 вот этот автомат перекоса со всеми тягами очень крутая штука очень крутой набор лего техник ну вот наверное можно сравнить этот набор вот с этим вертолетом ну да наверное вертолете там все посложнее но там полностью техника тут то надо было еще и систем деталями со всеми подружить эти механизмы ну в общем это очень крутой набор однозначно рекомендую на меня реально произвел впечатление поделитесь в комментариях вашим мнением может быть кто кому-то этот набор не понравится не знаю за что может не понравится из минусов если поискать минусы ну тут много торчащих красных деталей они реально ну так выбиваются глаз за них цепляется причем многие из них можно было сделать черными например техник оси длиной 2 черные здесь есть в этом наборе в огромном количестве вот здесь вот ну вот например вот тут вот почему то не поставили красный почему непонятно но это вот очень странно это из какой-то области не знаю каких-то оптимизации я не верю что дизайнер специально поставил такой вот я здесь делаю хорошо а тут тут поставлю красный пин чтобы все меня смотрели скорее всего это вот на этапе уже каких-то до пред на этапе подготовки производства может быть почему-то оказалось выгодно поставить там красные вот эти оси я не знаю и шаровые пины тоже здесь стать красных тоже видно хотя в лего техник в черном цвете они выпускаются вот это да можно записать как придирка к набору ну действительно да можно было очень просто этого избежать ну соответственно если вы себе покупаете и у вас есть детали то наверное можно да этот набор улучшить и сразу при сборке не ставить эти вот красные шаровые пины и красные оси длиной 2 а поставить черные если они у вас есть то они улучшат внешний вид этого набора ну а так поскольку я фильм не смотрел мне особо не к чему придраться я получил огромное удовольствие от сборки и от до созерцания этих механизмов в действии на мой взгляд набор великолепен спасибо за внимание друзья огромное спасибо всем за поддержку и до скорого пока